Уважаемые студенты 4 курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новейшая история стран Запада». После изучения истории стран Европы и Советской России и Советского Союза между двумя мировыми войнами, мы сегодня поговорим об истории стран Америки между двумя мировыми войнами. Итак, план нашей лекции это Соединенные Штаты Америки в 1920-30-е годы и важнейшие события в странах Латинской Америки в межвоенный период. Итак, Соединенные Штаты Америки, как вы помните, вступили в Первую мировую войну только в апреле 1917 года, гораздо позже других основывающих стран. Тем не менее, приняли в этой войне активное участие, послав за океан в Европу двухмиллионный корпус под командованием генерала Першинга. И, соответственно, вместе с другими участниками коалиции победителей Антанты принял участие в Парижской мирной конференции. Правда, там планы США рухнули, о чем я вам рассказывал в лекции о международных отношениях после Первой мировой войны. А теперь давайте посмотрим, что же происходило в самих США сразу же после Первой мировой войны. Вы помните, что вступали в Первую мировую войну, завершали ее США при президенте Будро Вильсоне. И Вильсон, участвовавший в Парижской мирной конференции, почти год проведший за пределами США, в последние годы президентства пытался наладить международные отношения, пытался все-таки, чтобы США вошли в Лигу нации, подписали Версальский договор. Для этого предпринял огромное турне продолжительное по многим штатам. В ходе этого турне, видимо, надорвал силы, заболел. И последние полтора года президентства фактически был тяжело болен. И можно сказать, что страной какое-то время управляла первая леди, его супруга Эдит Вильсон. И, кстати, вскоре после окончания своего президентства в 1921 году, буквально через год или через два, вдруг Вильсон скончался. Так вот, самые первые годы после окончания войны, как всегда, в любой стране они трудные, потому что происходит перестройка экономики с военных рельсов на мирные. Такой поствоенный кризис, он есть буквально во всех странах. Он продолжается несколько лет. Тоже было и в США. Нужно было вернуть армию из-за океана. Нужно было ее демобилизовать. Нужно было вернуться к нормальному промышленному производству. И устали американцы немножко от войны, от всего, что с ней связано. Поэтому на выборах 1920 года проголосовали за довольно невзрачную политическую фигуру кандидата от республиканской партии Уоррена Гардинга. Который, правда, выступил на этих выборах с очень удачным лозунгом. Back to normalcy. Вернуться назад к нормальности, к нормальной жизни. Что, конечно же, хотелось многим американцам. И так началось 12-летнее пребывание республиканцев у власти. За Гардингом президентами США станут затем последствия Келвин Кульч и Герберт Гувер. Так вот, в 20-е годы, где-то с 22-го по 29-е годы, в США наступает период процветания. По-английски prosperity. Это действительно полномасштабное процветание. США становится мировым лидером во всех отношениях. В экономическом, финансовом, культурном и так далее. Ну, приведу пару цифр для подтверждения этого тезиса. Допустим, в 1920 году уже в США производилось 50% производимого, добываемого в мире угля. Выплавлялось до 60% мирового производства стали и чугуна. Самое поразительное, выпускалось 85% всех автомобилей. То есть, знаете, 6 из 7 автомобилей, выпускающихся в мире, были американского производства. В основном на заводах Генри Форда, который работал конвейерным способом. И главное, что американский доллар с тех пор стал прочнейшей, важнейшей основной мировой валютой. И надо сказать, что США действительно понесли довольно небольшие людские потери в Первом мировой войне. И еще больше укрепили свой экономический потенциал. Да, теперь вы знаете, что страны Европы были должны Америке, а до войны было наоборот. Правда, сразу же после войны США столкнулись неожиданно с одним очень коварным врагом. Это вернувшиеся из Европы солдаты-офицеры привезли в страну вирус гриппа испанки или испанского гриппа. Это была пандемия примерно 100 лет назад, в 1918-1919 годах. Испанка три волны этой болезни, этого гриппа унесли в мире десятки миллионов человек. И надо сказать, что уже тогда американцев просили носить маски, марлевые повязки на лицах, не посещать людные места. И надо сказать, что в народе начались самые невероятные способы профилактики этой болезни. Ну и повсеместно стали в лечебных целях употреблять виски, так сказать. То есть надо сказать, что, наверное, именно это увеличение массового потребления спиртного в лечебных целях ставило власти США пойти на серьезные меры по борьбе с пьянством, на которых давно настаивало американское общество, в целом достаточно пуританские настроенные. И уже в январе 1920 года был принят сухой закон уже в общенациональных масштабах. Надо сказать, что это вызвало массовую контрабанду спиртных напитков. Этих одноподистов называли бутлегеры, буквально торгующие из голенища сапога. И активно в этот процесс включилась мафия, особенно Чикаргская, во главе с Аль Капоне. И вот на бутлегерстве были сколочены огромные финансовые состояния такого криминального характера. Надо сказать, что это была очень эффективная мера. Подпольное спиртное подавали даже в Белом доме при Гардинге. И в конце концов в 1933 году Конгресс США проголосовал за отмену запрета на производство и употребление алкоголя. Практически одновременно с поборниками трезвого образа жизни победу держали еще представители одного очень важного крупного общественного движения в США. В США это феминистки. Они получили право голоса. То есть с президентских выборов 1920 года американские женщины могли принять участие в выборах. Но и период проспертия, процветания еще сопровождался массовой миграцией из разоренных войной стран Европы в Америку. В одном только 1920 году в США переселилось 800 тысяч человек. После этого американцам пришлось предпринять закон, регулирующий поток мигрантов и сильно его ограничивающий. Надо сказать, что в 1929 году США, а вместе с ними и другие крупные квадратические страны пережили жесточайший экономический кризис, который принял мировой характер. Надо сказать, что это в основном произошло из-за перегрева рынка, как сейчас говорят, из-за того, что было очень много кредитов, была очень развита потребительская активность. И что порождало безудержную гонку стоимости акций на бирже. Этот пузырь надувался и когда-то должен был рухнуть. Это произошло в октябре 1929 года, в период между 21 и 29 октября. 29 октября, так называемый черный вторник. Когда массово стали люди избавляться от акций, их стоимость рухнула. И, соответственно, многие американцы разорились. Началась биржевая паника, массовые самоубийства. За неделю на бирже пропало порядка 15 миллиардов долларов. И надо сказать, что это вызвало кризис во всех отраслях американской экономики. В результате кризиса разорилось 4600 банков, 110 тысяч компаний, 900 тысяч фермерских хозяйств. Резко упали цены. Я только скажу про цену на бушевую пшеницу. Если в 2019 году он стоил 2,16 доллара, то в 1932 году всего 38 центов. Но и массовый характер прибыла безработица. Порядка 17 миллионов безработных было тогда в США. При том, что все население страны насчитывало порядка 122 миллионов человек. Люди стояли на бирже труда в очередях. Масса людей стали бездомными, не имея возможности платить за жилье. Они жили в старых ящиках, в каких-то коробках. И такие городки бездомных называли Гувервиллями. По имени президента Герберта Гувера, который возглавлял страну. Вот как раз в период с 1929 по март 1933 года, именно на его президентство, через полгода после вступления Гувера в должность, началась Великая Депрессия. И, естественно, весь народный гнев оборушился на Гувера и привел к тому, что он потерпел поражение на выборах 1932 года. Еще один штрих кризиса. В период с 1929 по 1933 годы закрылось более 2500 школ. А кроме того, в США фактически в это время не существовала социальная политика государственная. То есть американцы, индивидуалисты, они считали, что тебе должны помогать твои руки, в крайнем случае твои родственники, соседи, комьюнити, кто угодно, но только не государство. Американцы всегда стараются дистанцироваться от государства, они очень-то ему верят. И не было ни пособия по безработице, не было ни больничных листов, собственно, ничего. И все это, вся эта социальная политика современная, так называемое государство, благоденствие, когда государство вмешивается в социальные проблемы, регулирует их, помогает. Все это началось с так называемого нового курса Франклинга Делана Рузвельта. Перед тем, как Рузвельт стал президентом, в 1932 году в США дошли до дна кризиса. Общий объем производства сократился более чем в два раза. Автомобильная, чугунно-литейная, столитейная промышленность упали на три четверти или четыре пятых, до 75-80%. Фактически Америка откатилась по экономическим показателям на уровень 1905 года. Губер пытался бороться с кризисом, он пытался взимать военные долги со стороны Европы, которые тоже переживали кризис, что сделало это фактически невозможным. Были выделены средства на поддержку фермерских хозяйств, промышленности, но на самом деле не желал Губер вмешиваться в экономику, доверяя предприимчивости граждан и не желая унижать их государственными подачками. Надо сказать, что люди выражали недовольство. Съезд безработных первый прошел в Чикаго в 30-м году. И вот очень заметное явление был марш на Вашингтон, который прошел в 32-м году. Это марш ветеранов, которым по окончании войны пообещали выплатить по 500 долларов, выплатили по 30, остальные обещали заплатить позже. Вот ветераны приняли участие в марше на Вашингтон, поселились там в лагере, потом большую часть их попросили уйти по домам. Часть согласилась, но 2000 активных граждан остались, и Губер отдал приказ разогнать ветеранов. И, соответственно, это вызвало очень серьезные проблемы в отношениях между президентской администрацией и простыми людьми. Надо сказать, что и даже в годы Великой Депрессии Америка не переставала удивлять мир. Высочайшее здание мира, Empire State Building, было открыто 1 мая 31-го года. И было очевидно, что Губер проиграет выборы 32-го года. Так и случилось, и к власти пришел Франклин, Дилан Рузвельт, который четырежды побеждал на этих выборах. И 4 марта 33-го года Франклин Рузвельт произнес инаугурационную речь, вступая в свой первый президентский срок. Он сказал, что нам не нужно ничего бояться, мы Великая нация, мы раньше выстояли и выстоим сейчас. И он начал осуществлять меры, очень решительные, которые вошли в историю как новый курс, The New Deal. Началось все с финансовой системы, на 4 дня были закрыты все банки страны, так называемые банковские моратории. Они были проверены, ненадежные банки, работавшие на мафии, были закрыты, остальные получили государственные субсидии. Были созданы лагеря для безработных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Они начали строить дороги, им платили небольшие заработки, часть денег перечисляли их родителям. Были созданы администрации общественных работ, гражданских работ, администрации работ по развитию, что, в принципе, свело почти на нет безработицу. И надо сказать, что при Рузвельте США стали активно занимать деньги у европейских держав, и Рузвельт довел внешний долг страны до 34 миллиардов долларов. Надо сказать, что в сельском хозяйстве, так сказать, фермерам выплачивали субсидии. И, кроме того, в самом начале первого президентского срока Рузвельт признал существование Советского Союза, дипломатические, так сказать, и были установлены дипломатические отношения. Был отменен сухой закон, как я уже говорил. Так или иначе, Рузвельт в течение 30-х годов смог вывести страну из кризиса. Надо сказать, что в это время активно развивалась американская культура, особенно Голливуд. Начали выпускаться звуковые фильмы, вышли фильмы знаменитые «Унесенные ветром», «Великий диктатор» и многие другие. А в Мексике произошла революция в 1910-1917 годах. В 1917 году была принята демократическая конституция Мексики. Коротко вопросы для закрепления. Как назывался благополучный период развития страны в 20-е годы? Когда началась Великая депрессия? Что вы знаете о президенте Франклине Рузвельте? Как называлась политика Рузвельта по выводу страны из кризиса? И, наконец, чем характеризуется развитие американской культуры в 1920-30-е годы? На этом все. Благодарю за внимание.